В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Прошло внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Ветераны боевых действий, получающие пенсию по старости или имеющие инвалидность по 2000 рублей. Как праздновать Масленицу правильно? Советы экспертов. Не самый лучший вариант с джемом, с вареньем или со сгущенкой. Такие блины буквально калорийная бомба для вашего организма. Центры социального обслуживания населения Вера отметили широкий четверг. Мы каждый год в Вере отмечаем Масленицу. Отмечаем весело, задорно. Короче говоря, отрываемся. Прошло внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На нем глава округа Алексей Спаский представил своего нового заместителя. О том, какие темы были на повестке дня у народных избранников, узнаем из нашего следующего материала. Началось заседание со вступительного слова главы Ленинского городского округа Алексея Спаского, который представил своего нового первого заместителя Дмитрия Абаренова. До 9 марта занимал должность главы Можайского городского округа. Мы давно с ним знакомы, наверное, года четыре, четыре с половиной уже, если так вот говорить. И я могу охарактеризовать его как исключительно порядочного человека и очень профессионального. С момента прошлого заседания неоднократно собирались рабочая и нормотворческая комиссии Совета депутатов. И в повестке дня множество насущных вопросов. Один из основных – проект строительства в Видном, в районе перекрестка улиц Советской и Школьной, Новосквера в честь первостроителей города. Инициатором его создания стал Совет ветеранов Ленинского городского округа. Ветеран выдвинули инициативу не только увековечить память первостроителей и рассказать об истории создания города, но и сделать объект благоустройства, потому что наши ветераны переживают из-за облик города. Идея знаковая и, безусловно, нужная, но в процессе ее обсуждения разгорелась жаркая дискуссия. У многих народных избранников есть вопросы и к самому проекту, который фактически на начальной стадии проработки и к его бюджету, а это порядка 300 миллионов рублей. В результате голосования решение о внесении необходимых изменений в бюджет для этого проекта не принято. Он направлен на дальнейшую доработку. Второй темой заседания стал вопрос о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципалитета. Это связано с тем, что срок действия прежней пятилетней схемы расположения подобных объектов подошел к концу. Стационарных объектов на территории Ленинского муниципального района было продано в количестве около 400. В настоящий момент их осталось 80. Была проведена большая работа с депутатскими корпусами, с территориальными подразделениями, с населением нашим, в каком месте, что они хотят видеть и какого назначения. В частности, был разработан специальный паспорт, который регламентирует все нюансы работы каждого НТО. У нас будет единый архитектурный облик, уменьшится количество торговых точек, они останутся только те, которые действительно необходимы. И в этом смысле мы уменьшаем количество точек и увеличим доходную часть бюджета нашего округа. Большинством голосов депутаты приняли новые изменения. Единодушно народные избранники оказались и по следующему вопросу повестки изменения в положении об охране зеленых насаждений. Размер причиненного вреда вследствие незаконный, то есть самовольный, при отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения вырубки зеленых насаждений определяется как расчет платы исчисляемой в случае разрешенной вырубки деревьев, кустарников с учетом повышающего коэффициента, равного двум. Считаем, что данное решение позволит повысить ответственность за незаконную вырубку зеленых насаждений территории округа. Заключительной частью встречи стало выступление заместителя главы администрации Ленинского городского округа Татьяны Квасниковой. Единовременную выплату ко Дню Победы предлагается, чтобы граждане, рожденные в период с 4 сентября 27 по 3 сентября 45-го дети войны получили в размере 2000 рублей вместо полутора, как указано в документе. Ветераны боевых действий, получающие пенсию по старости или имеющие инвалидность, по 2000 рублей. Решение принято единогласно. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно ТВ. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали участников группы, подозреваемых в совершении разбойного нападения на своих же родственников. Установлено, что злоумышленники в вечернее время незаконно проникли в частное домовладение, расположенное в деревне Коробова. Угрожая ножом и применяя физическую силу, они похитили у супружеской пары более 360 тысяч рублей, после чего с места преступления скрылись. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Ими оказались четверо уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте от 19 до 24 лет. Двое задержанных пояснили, что потерпевший мужчина является их родственником, который не заплатил им за работу, связанную с отделкой помещения. Должен был человек, мы избили. А что должен был вам человек? Деньги. Он вам не отдавал денег, а вы его избили? Не, не то что отдавал, он просто, мы работали там, короче, и он не отдавал. А где вы работали? На стройке. По данному факту, следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Синоптики прогнозируют, что окончательно плюсовая температура воздуха в Ленинском городском округе установится к 20 числам марта. А это значит, что жители верхних этажей домов с поврежденной кровлей рискуют увидеть подтеки на потолках своих квартир. В качестве превентивной меры уже сейчас представители депутатского корпуса, территориальных отделов и управляющих компаний осматривают проблемные дома, по которым поступали жалобы от жителей. Подскажите, пожалуйста, как у вас с кровлей дома? Подскажите, пожалуйста, не уходите. Не течет у вас кровля? Кровля не течет. Так. А протекало, потолок протекал. Так. И вот здесь вот протекает. Звонила я в воду. А у вас где протекает? В каком месте? И на кухне протекало, и в комнате. Вот зайдите и посмотрите. Давайте. Один из сигналов поступил от жительницы дома номер 9 по Советской улице. Как выяснилось, в основном граждане жалуются на прошлогодние потеки. После обильных снегопадов в году нынешнем был короткий период оттепеля. Но он никаких новых проблемных мест не показал. Такая влага была на кухне вот здесь вот. А вон видно на потолке. Да, да. Вот. Это вот когда было? Недавно относительно? Это было, по-моему, прошлый год. А вот сейчас оттепель была, не было ничего? Пока не было. Осматривают специалисты и места общего пользования. В частности, лестничные пролеты. Здесь также нередко обнаруживаются следы старых протечек. Как в этом же доме по Советской улице. При первой оттепели, вот как только сейчас начнет таять снег, специалисты выйдут и посмотрят, можно ли это локально устранить, да, то есть восстановить слой гидроизоляции и где-то это все заварить. Если это не получается делать локально, и мы не можем это сделать, то, соответственно, будем идти по пути капитального ремонта кровли. Подобные рейды теперь проводятся на постоянной основе. Масленичная неделя в самом разгаре. Наша съемочная группа побывала в Центре социального обслуживания «Вера», где широкий четверг, который в народе еще называется «Разгуляем», как и принято, отметили со всем размахом. О праздничном мероприятии расскажет Наталья Буслаева. Задорно и весело с песнями и танцами встретили широкий четверг масленицы в Центре социального обслуживания «Вера». Это первое долгожданное мероприятие после перерыва, связанного с пандемией. Основные участники – это люди старшего поколения, это участники программы «Активное долголетие в Подмосковье». И, конечно, мы подготовили для них определенные конкурсы, которые будут им интересны. Это и загадки, шарады и, естественно, элементы спортивных конкурсов. Сотрудники учреждения подготовили для гостей праздника насыщенную программу. Все с большим удовольствием распевали частушки, отгадывали загадки и участвовали в различных конкурсах. Мы каждый год в «Вере» отмечаем масленицу. Отмечаем весело, задорно. Короче говоря, отрываемся по-молодежному. Вообще, в «Вере» очень весело, очень хорошо. На масленичном гулянии в Центре «Веры» была и своя весна. Это Олимпиада Яковлева, участница нескольких вокальных коллективов нашего города. Я каждый год прихожу, я здесь работаю, и пою езде, и радуюсь. И сегодня на праздник пришло. Нравится, конечно. Ну и, конечно, не обошлось без традиционного масленичного угощения. Запомните, русская традиция – блины всегда берут только руками. Масленица – единственный праздник, который проходит в течение семи дней. В Центре «Вера» мероприятия продолжатся до воскресенья. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В продолжении темы. Пожалуй, в каждом доме сейчас готовятся блины. А вот какие начинки предпочитают видновчане? Какие рецепты в тренде у профессиональных поваров? И сколько блинчиков можно съесть за раз, чтобы не страдать от расстройства желудка? Выяснила наш корреспондент Юлия Пагасьян. Если вам надоел привычный вид блинов, рестораторы рекомендуют добавить в тесто немного протертый в паштет сырой свеклы. Тогда блинчик получится необычного темно-розового цвета. Но на вкус это никак не повлияет. В остальном рецепт смеси классический. Яйцо, растительное масло, молоко, соль, сахар, сода и мука. Ну вот мы с вами включили плиту и ждем, пока она нагреется. Вот это тот исторический момент, которого боятся все хозяйки. То, о чем ходят легенды. Первый блин комом. На самом деле пословица эта совсем имеет другие корни. Вот почему когда-то называлась наша масленица комоедица. Потому что первый блин отдавали медведям и относили их в лес. Которые медведи в то время назывались у нас комами. Вот поэтому отсюда и пошла пословица. Первый блин комом. Только разогретая сковородка. На нее немного растительного масла. Профессиональные повара сегодня предлагают массу разнообразных начинок. Каждый ресторан старается удивить гостей чем-то необычным на вкус и внешний вид. Но если разобраться, все очень просто. Мы используем любой крем-чиз. Не пугайтесь этого слова. Это обычный отброшенный творог, по-русски говоря. Добавляем сюда немножко соуса хрена. Сочетание крема, вот этого хрена и семги даст невероятный вкус. Я бы добавил сюда вот еще чего. Немного руколы. Вот оно, три сочетания цвета даст нам вот эту красоту. Для соуса, которым сверху можно полить блинчик, ресторатор использовал сливки и сыр с голубой плесенью. Добавил немного тертого мускатного ореха. Блюдо готово. И куда без наших кедровых орешков. Опа. Приятного аппетита. Такие красивые и вкусные блинчики можно есть десятками. Но это грозит перееданием. Ведь блюдо тяжело назвать диетическим. Так сколько же блинчиков можно съесть за раз? И что делать, если не подрасчитал возможности? Для мужчин и женщин норма будет разная. Для женщин, к примеру, 3-4 блина, а для мужчин 6. При этом необходимо учитывать и начинку, с которой вы будете употреблять блины. Блины. Идеальной начинкой для блинов может быть что-то белковое. Птица, икра, говядина. К тому же, благодаря тому, что это сытно, много таких блинов съесть будет достаточно сложно. Не самый лучший вариант с джемом, с вареньем или со сгущенкой. Такие блины буквально калорийная бомба для вашего организма. Масленичная неделя в самом разгаре. Близятся выходные, когда у людей появится возможность собраться всей семьей, напечь блинов. А вот какие начинки предпочитают видновчане, узнаем прямо сейчас. С творогом, с мясом, просто так, с вареньем, с икрой. Блины обыкновенные, без всякой начинки, но со сметаной. Любимые начинки – икра, красная рыбка и что-нибудь сладенькое. Ну а сами блинчики классические? Да, тонкие классические блинчики. Я вообще люблю тоненькие блины. И люблю очень с икрой, с красной рыбой, с селедочкой. Вот такие вот, сладкие не очень люблю. Ну и еще мне очень нравилось, когда у меня бабушка пекла дрожжевые, толстые такие, прям толстенные блины были, очень вкусные. Ну а так, какими угостят, такие будем кушать. И какие бы блинчики вы не выбрали, важно обзавестись специальной блинной сковородкой. Она облегчит процесс приготовления традиционного масленичного блюда. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Катерина Довлятова, ВиднетВ. В Видновской детской школе искусств прошел открытый районный конкурс народного музыкального творчества «Здравствуй, Масленица». Пять ансамблей и 15 солистов-народников представили на суд жюри и зрителей свое мастерство. Насладилась народной музыкой и наша съемочная группа. В холле Видновской детской школы искусств заметное оживление то тут, то там распеваются ребята в ярких национальных костюмах. Все они приехали на открытый районный конкурс народного музыкального творчества «Здравствуй, Масленица». Я ожидаю от сегодняшнего фестиваля занять хорошие места, и чтобы вообще что получилось, и чтобы мы радовались. Мы ожидаем самого лучшего, хотим занять первое место, как и на прошлом конкурсе. Это одно из первых массовых мероприятий, проводимых с начала пандемии в ДШИ. Сейчас пытаемся уже проводить все в оффлайн-режиме, как сейчас говорится, и нам очень радостно, что детки на это откликаются. Конечно, мы стараемся делать это очень осторожно, чтобы не нарушить баланс того равновесия, который сейчас наметился вот в этой пандемии. Ребята сильно соскочились по живым выступлениям, зрителям и очным конкурсам. К тому же, участие в подобных мероприятиях, считают преподаватели, необходимо им для дальнейшего совершенствования. Они имеют стимул, чтобы более старательно заниматься, готовиться к занятиям, готовиться к репетициям. И для них очень важно, оказывается, получать награды. Они все хотят получить любую награду. Им не важно же, какое место, первое, второе или третье. Среди участников не только ребята из детских школ искусств муниципалитета, но и из Москвы. В гостях у нас две московские школы. Это детская музыкальная школа Стасова и детская музыкальная школа Глера. Конкурс будет проходить в двух номинациях. Это ансамбли и сольное пение. Во-первых, чудесная организация конкурса. Во-вторых, замечательная школа, шикарная школа, сцена, огромное удовольствие выступать на ней, замечательный звук, огромная благодарность звукорежиссеру, замечательная работа. И, конечно, это компетентнейшие жюри, которые также, в том числе, и из Москвы. На суд жюри свое мастерство представили пять ансамблей и 15 солистов-народников. В их репертуаре фольклорные, шуточные, военные, плесовые песни со всех уголков нашей необъятной родины. Причем не только широко известные, но и те, что до сих пор поют в некоторых российских глубинках. Пока одни выступают, другие только готовятся выйти на сцену и тихонечко репетируют за кулисами. Волнуюсь, хоть мы здесь уже выступаем не первый раз. В прошлом году здесь был фестиваль, не конкурс. Но все равно волнение есть, конечно. По словам компетентного жюри, все участники конкурса выступили очень достойно. Поэтому без диплома в этот день не ушел почти никто. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.